Она, в общем, на данный момент, я имею ввиду красотку Рудковскую, она с присущим ею таким деинтеллектуализмом вдруг двинула теорию, вдруг вдвинула инициативу, которая, увы, может получить продолжение. Она предложила запретить на законодательном уровне, и это могут подхватить и в Думе, и в Совете Федерации, предложила запретить любые обсуждения, любые разговоры о детях, писать о детях без согласия родителей. То есть, например, когда мы видим ребенка, поставленного на гречку, либо видим ребенку у какой-нибудь очередной тупой отмороженной бомжихи, который вытворяет с ним все, что хочет, мы обязаны получить для того, чтобы писать или говорить об этом ребенке, у нее, у этой мамаши получить разрешение. Тогда вчера я на эхе сказал, что я не заметил у этого мальчика, у этого маленького гном-гномыча никаких психиатрических отклонений, но и на его поведении, и на его речи очень хорошо заметны следы того тонкого ремня, которым его била мать, о чем она, в общем, сама рассказала. Другое дело, что мы вообще, если вспомним, насколько сложный и насколько болезненный процесс воспитания детей, болезненный в основном для родителей, то к ней, в общем, нельзя предъявлять никаких претензий, поскольку она жертва собственных стереотипов и тех набора глупостей, которые давно пропагандируются и культурой, и общественным мнением. Понимаете, вот никто же не знает ответа, а как, собственно, надо, потому что вот нету рецептуры воспитания детей, это всегда лотерея, педагогика тоже не является наукой, нам приходится за это расплачиваться. То есть, более-менее известно, вот как надо разводить простой рабочий народ, который потом овладеет каким-нибудь несложным ремеслишком и будет его, это ремеслишко, реализовывать. Вот какая-то простая рецептура, более-менее известно, но мы знаем, что она тоже дает серьезные-серьезные отсевы в виде криминальных элементов, алкоголиков, безумцев. И это касается даже вот сегмента, где представлены такие очень незамысловатые особи. А что касается изготовления людей посложнее, потому что люди делают столько воспитания, вот тут уже никто ничего не может сказать. Я очень люблю своих учеников на своих лекциях ставить в крайне неудобное положение. Я открываю толстую книжку и зачитываю несколько писем, в которых главный герой размышляет о своем любимом предмете. Он размышляет, вот, кстати, вот я даже кое-что помню на память. Этот главный герой, очень хорошо известный вам персонаж, он очень любит рассказывать, как он засовывает в себе в жопу палец и подолгу его нюхает. Он очень любит вообще вот этот грязный, туповатый, весь вот фекальный юмор, причем применительно к себе самому. Как и где он пачкал штаны, что он этим делал? Как вы думаете, чьи это письма? Это Стас Борецкий? Нет, это Моцарт. Это тот самый Моцарт, в воспитание которого его папа вложил столько злобной страсти, столько желания сделать чемпиона по фигурному катанию пальцами по клавиатуре клавесина. Это тот самый пример того, во что можно превратить практически любого мальчишку, если задаться вот этой вот жестокой палочной свирепой целью и еще при этом иметь очень благоприятствующее обстоятельство в виде времени, которое требует мобилизации вот этих способностей, этих возможностей, что вот нужно создать существо, которое будет лучше других конструировать эту музыку. Мы же понимаем, что музыка это тоже ремесло, ей тоже надо учиться, и прежде всего ремесло. И вот мы видим как бы обращик жесткого воспитания, самого жесткого из всех успешных людей в лице Моцарта. А мы же видим тут же и абсолютную свободу, которую получил маленький Ньютон, которым вообще никто не занимался, и который более того был изолирован от всяких социумов. Он не имел права играть с дворовыми детьми, ему не разрешалось, поскольку это были дети другого сословия. Его воспитанием никто не занимался, потому что, как вы помните, его родители пережили серьезную трагедию и не имели возможности воздействовать. То есть мы не понимаем, что в реальности у кого из нас получится. Александр Глебович, можно вопрос задать? Да, вот я для него, для вопроса тебе и оставил эту паузу еще. Вопрос про Моцарта у меня такой. А на каком, собственно говоря, основании? Я понимаю, что если бы мы прочли какие-то источники, где Моцарт бы отрывал головы, например, новорожденным младенцам, мне бы не понравилось, честно говоря. Ну, как-то я так не люблю. Но на каком основании? Мы делаем выводы, что что-то с Моцартом пошло не так. Это при том, что я не за репрессивное воспитание, я очень, я анархист и либертарианец. Но почему же, если человек, даже и любящий как-то там вступать в контакт с собственными фекалиями, а также любящий про это написать в эпатирующем письме и поставить всех в неловкое положение, и дать вам возможность поставить всех окружающих в неловкое положение, когда вы это зачитываете. Что здесь? Ну, нормальный эпатаж такой. Ну, в общем, всякий человек развлекается по-своему. Почему это свидетельство непременно репрессивного воспитания? Потому что, не обязательно, вы знаете, то же самое, на то же самое вполне способен и любой либертарианец. Мы просто говорим о той конструкции человеческой, да, которая Моцартом представлена крайне уродливо. Вам нужно просто ознакомиться с его письмами, и вы увидите туповатого, жлобоватого, скучного немчика, склонного к странным развлечениям собственным задам. Но это не патология какая-то. Это вот в режиме тупых, плоских, бюргерских шуток. То есть мы понимаем, что воспитание сформировало крайне странное существо. Существо крайне, я бы сказал, убогое в обычном смысле этого слова. А то, что это существо умело еще и конструировать музыку, так называемую, неплохую, и это ни о чем не говорит, потому что вспомните кошачьего Рафаэля был. Минц, по-моему, его фамилия. Он не помнил даже собственного имени. Это был дебил, дементник. Тем не менее, он лучше всех в Европе рисовал котов. Он работал церковным сторожем где-то и рисовал котов. Теперь его работы висят в музеях и стоят сотни тысяч долларов. То есть просто к тому, что делать так называемое искусство может и полный идиот. Это я к чему? Это я вот прежде всего к этому. Но и к тому, что мы опять-таки не знаем, к чему приводит палочное воспитание, и не понимаем, к чему может привести воспитание абсолютно свободное. Я вот был, например, абсолютно свободен. У меня вообще рос как трава, и у меня не было никаких ни авторитетов, никаких ограничений, никаких обязательств ни перед кем. Я мог прогуливать столько, сколько я хотел. Я мог вытворять все, что я хочу. Ложиться спать, когда мне заблагорассудится в 4 утра или в 3 ночи. То есть, и вместе с тем я не могу сказать, что получилось что-то очень хорошее. Василий Вячеславович, на самом деле, все это говорит о том, что вы не как трава росли. Вы были окружены любовью близких, которые позволяли вам делать... Вот у меня, по счастью, не было близких и не было их любви так называемой. Потому что их любовь – это самое обременительное, самое каторжное, самое страшное клеймо. Они руководствуются любовью. Думаете, Рудковская просто так бьет Гном Гномыча тонким ремнем? Она его бьет из-за любви? Нет, Рудковская – это другой совершенно казус. Просто Рудковская – это очень просто объясняется. С синдромами, диагнозами по видео, так же, как и с гипнотизированием и долгкоризмом по фотографии, я бы, честно говоря, не стал заниматься. Но просто женщина взрослая с опытом в бизнесе, такая ответственная в чем-то умеет. Да, не несшая на себя ответственность. Она сама всеми силами делает из своего юного мальчика, маленького мальчика медийную звезду и при этом настаивает, чтобы его не обсуждали без ее разрешения. Это бред больного мозга просто. Здесь мозг болен не у мальчика. Здесь мозг с гарантией страдает у Яны Рудковской. Продолжение следует...